Всем привет, меня зовут Даша, и я все-таки решила сделать ролик о саге о форсайтах Джона Голсворси. Все потому, что эта книга пока что является лучшей прочитанной за этот год, и я думаю, что вряд ли кому-то удастся сместить ее с пьедестала. Поэтому было бы очень странно, если бы этого ролика не было на канале. Вообще, мне очень сложно говорить об этой книге из-за нескольких причин. Первое, она мне безумно понравилась. Второе, это достаточно монументальное произведение. Третье, это неплохой такой кирпич. И четвертое, сага о форсайтах, это события, которые следуют друг за другом, поэтому вторая часть спойлерит первую, третья вторую и далее по списку. Но я очень постараюсь лишь немного наметить основные сюжетные ходы, рассказать о героях, о том, какие темы поднимаются в этом произведении, и, конечно же, поделиться своими впечатлениями. Сага о форсайтах считается основным трудом Джона Голсворси. Автор сам об этом говорил в конце своего творческого пути. И во многом благодаря этому произведению он получил Нобелевскую премию по литературе, которую ему присудили за высокое искусство повествования, вершиной которого является сага о форсайтах. И действительно, в книге мне больше всего понравился язык и вообще слог Голсворси. Серьезно, ни у одного автора я еще нечто похожего не встречала. С первых страниц ты буквально проваливаешься в книгу, знакомишься с множеством героев времен буржуазной Англии, с представителями разных поколений форсайтов, и буквально сам становишься членом их семьи. Стоит открыть книгу буквально на пять минут, и ты уже не можешь с ней расстаться, потому что настолько тебя затягивает сюжет, настолько тебя затягивает вся эта эпоха, ты в ней растворяешься и не хочешь возвращаться в реальный мир. Это дорогого стоит, и у меня еще ни с одним автором не было такого, поэтому я готова петь дифирамбы Джона Голсворси просто бесконечно. Он очень тонко подмечает чувства героев, постепенно раскрывает их характеры, а не вываливает все сразу на читателя. Переносит его в старую добрую Англию конца 19-го, начала 20-го века, показывает, как буржуазия приходит в упадок, как старые принципы рушатся, а на смену им приходят новые в лице молодого поколения. Все это так гармонично, лаконично и последовательно, что ты ни разу не сбиваешься, не теряешься во времени и пространстве, не путаешься в героях и не устаешь следить за этими постоянными семейными драмами. Я вот просто поражена до глубины души, как такое вообще возможно? Но манера повествования не единственная прелесть саги о Форсайтах, сюжет здесь тоже выше всяких похвал. Вообще книга разбита на две трилогии, это непосредственно сага о Форсайтах и современная комедия. В первой нам рассказывают о старшем поколении семьи, ну как старшем, скорее втором представленном в тексте, а во второй трилогии рассказывают о молодом поколении и их детях. Вообще может немного испугать, что в первой главе, которая называется «Прием у старого Джолиона», встречается ну невероятно большое количество героев. На этом вечере автор назнакомит с основными участниками этого события и рассказывает, кто кем кому приходится и так далее в лучших традициях семейных саг. Конечно, можно подстраховаться, взять листок и начать чертить родословное древо, но, как я уже сказала ранее, в этом нет острой необходимости. Уже со второй главы фокус смещается и внимание акцентируется на конкретных персонажах. То есть в самом начале автор нам всех представил, а после стал потихонечку подводить к основному действию. В первой трилогии сюжет завязан на отношениях Сомса и Рен. Это очень странная пара, люди, которые не должны быть вместе, но все-таки находятся в браке. Сомс – это самый настоящий собственник, и его чувство к Рену мне язык не повернется назвать любовью. Он восторгается ее красотой и хочет, чтобы она всегда была с ним рядом, хочет обладать ей. Возможно, для него это и есть любовь. Он довольно-таки противоречивый персонаж, и в самом начале он не вызывает абсолютно никакой симпатии и вызывает только отторжение. Но все не так просто. И Рен не любит Сомса. Он ей откровенно противен, но она этого не показывает. Она держится с ним холодно и сдержанно, и делает все, чтобы ни один ее жест он не принял за проявление любви. В его обществе она очень пассивная и спокойная, и Сомс прекрасно понимает, что это не те отношения, которых ему хотелось бы, но не оставляет попыток завоевать любовь своей жены. Вообще все это довольно трагично, потому что с одной стороны это фарсайтизм, то есть собственничество, а с другой – право на свободу. И вот этот союз двух неподходящих друг другу сердец приводит к неудачному браку, ломает судьбы героев и некоторых окружающих. Вообще все это безумно интересно, и отношения к героям меняются несколько раз по ходу повествования. Ты перестаешь видеть в Собсе сухого человека, который озадачен лишь своей собственностью, а в Рен – мученицу. Но все-таки ты понимаешь, что оба героя действуют ненормально, и абсолютно не знаешь, что с этим делать. И вот ты дочитал первую трилогию, буря эмоций немного поутихла, но при прочтении второй разгорелась снова. Здесь уже в центре сюжета стоит дочь Сомса Флёр, и она вот прямо яблоко от яблони. Такая же собственница, но уже отошедшая от старого уклада жизни. В современной комедии, как мне показалось, одной из ключевых тем является влияние родителей на детей. Флёр влюблена в одного молодого человека, но из-за семейной распри они не могут быть вместе. Ее руки добиваются молодой Майкл Монт. Это какой-то совершенно невероятный персонаж, идеальный мужчина, который готов ради нее на все. Но даже такой жених не способен привлечь ее и не способен заставить отказаться от своих стремлений и целей. Она все так же пытается заполучить хотя бы поцелуй того молодого человека, с которым не может быть вместе, и страдает от всего того, что происходит в ее жизни. Помимо семейных драм, в саге о форсайтах поднято немало важных вопросов и проблем. И одна из ключевых тем, это, конечно же, собственничество, также известное как форсайтизм. Джон Голсфорси показывает, как порой для людей важны деньги и вещи. Для таких людей деньги и вещи – это своеобразный светоч жизни, и такие люди мыслят исключительно этими категориями. Денежная оценка пробирается во многие сферы их жизни, и даже дети для них являются в первую очередь наследниками имущества. Автору отлично удалось передать психологию собственничества и раскрыть ее на примере не только, казалось бы, негативных персонажей, но также положительных. Также мне понравилось столкновение миров искусства и коммерции. Одним из главных увлечений Сомса является коллекционирование картин. Он скупает их, но не с целью любоваться, а с целью продать потом подороже. А вот такой персонаж, как Джун, пытается открыть миру новых, никому неизвестных, но талантливых художников, устраивает для них выставки и занимается решением чужих проблем, возможно, пытаясь убежать от собственных. В современной комедии, где фокус смещен на молодое поколение форсайтов, отчетливо становится понятно, что вот это вот понятие монолитной семьи, оно постепенно теряет актуальность. Дети уже не боятся отдаляться от родителей и не хотят идти по стопам своих отцов, что раньше казалось вообще немыслимым. И вот эти вот незыблемые порядки постепенно рушатся и традиции уходят в прошлое. И то, что эпоха буржуазии клонится к своему закату, становится понятно по символическому событию смерти королевы Виктории. После этого в тексте Голлсфорсе прослеживается тревога за молодое поколение, потому что они не дорожат традициями, они ищут что-то новое и совершенно не знают, к чему себя приложить в этой жизни. Мне безумно понравилось одно сравнение, которое было в книге, сравнение с картиной китайской, которая висела на стене у флёр. На ней была изображена обезьяна с тоской в глазах и шкуркой апельсина в руке. И Сомс подметил, что молодое поколение в точности как эта обезьяна. Они поедают плоды, разбрасывают кожуру и совершенно не удовлетворяются этим. Как по мне, так это очень чёткое сравнение. И вот одна из главных прелестей саги о форсайтах – это сопоставление старого и нового. Это безумно интересно и заставляет задуматься об очень многих вещах в этой жизни. Я осталась под большим впечатлением после прочтения этого монументального произведения и совершенно не могу понять, как оно кому-то вообще может не понравиться. Все герои становятся тебе родными, тебя переносят в обстановку богатых британских домов, погружают в их горести и радости, и с историей совершенно не хочется расставаться. Я, безусловно, ещё не раз её буду перечитывать в более взрослом возрасте, потому что мне кажется, что с годами персонажи будут раскрываться совершенно иначе. Это великолепная книга, которую я советую к прочтению абсолютно всем. И если вас пугает объём, а многих из вас он, наверное, пугает, потому что 1400 страниц мелким шрифтом провалиться в такую историю – это поступок достойного уважения. Но я всё-таки спешу заметить, что сага о форсайтах – это две законченные трилогии, которые состоят из небольших романов, которые, в свою очередь, поделены на совершенно маленькие главы. Поэтому это делает сагу удобной и комфортной для чтения. В процессе легко можно прерваться, но мне этого совершенно не хотелось, потому что, как я уже сказала, эта история захватила вообще мой мозг, мой разум, моё сердце, и мне совершенно не хотелось прощаться с героями и хотя бы на секундочку откладывать эту книгу, поэтому я читала её без промедлений. Пока что сага о форсайтах является моим несомненным фаворитом, и я очень надеюсь, что мне посчастливится встретить хотя бы ещё одно произведение, которое найдёт такой же тёплый отклик в моей душе. Если вы уже читали сагу о форсайтах, пожалуйста, поделитесь вашим мнением в комментариях, мне безумно интересно сравнить наши впечатления. Ну а если вы ещё не знакомы с этим произведением, то настоятельно рекомендую исправить это досадное недоразумение. Надеюсь, что ролик получился более-менее информативным и интересным. С вами была Даша, до новых встреч!